Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, «Археология вторник», «Археология человек». И вы знаете, открою маленький секрет. Четыре года уже выходит наша передача, и за эти четыре года, сейчас уже почти в ежедневном режиме, у меня в гостях никогда не было такой категории лиц, как депутат Госдумы. Ну, такое, может считать, было небольшое внутреннее ограничение у себя. То есть были практически все люди культурно-научного спектра, и артисты, и режиссеры, и художники, и философы, и социологи. Очень много социологов было. Делали мы профессии хирург, профессии архитектора, профессии дирижер. Но вот пришло время сделать профессии депутат, депутат Госдумы. Вы знаете, потому что мне кажется, что этот человек, который сегодня у нас в гостях, он некий депутат плюс. Депутат совершенно с такой необычной харизмой. Анфант Терибль нынешней Российской Госдумы, человек, которому действительно по политическим меркам совсем еще младенец. 33 года ему, возраст Христа. Или, как и французская, Анфант Терибль, английская, есть такое понятие lose cannon, пушка, которая стреляет налево и направо. У нас в гостях сегодня депутат Дмитрий Гудков. Добрый вечер, Дмитрий. Или я не знаю, как там, после всего этого сказал с английским Hello, Дмитрий. Shall we rather speak English here? Можно и продолжить на английском. Хотя, боюсь, потом нас с вами вместе объявят изменниками Родины. Да, как коллеги. Лучше на русском. Вы знаете, да, это совершенно абсурдная история, с которой я хотел начать. Вот это вот с заголовки. На прошлой неделе газет были, что за хорошие английские депутаты Гудкова сочли изменником Родины. Больно хорошо вы, Дмитрий, по-английски говорили. Ну, я не могу сказать, что я очень хорошо говорю по-английски, на самом деле. У меня не было давно практики. То есть на бытовом уровне я, конечно, хорошо говорю, а вот чтобы с трибуны выступать еще где-то, для меня это был, конечно, первый опыт, и я волновался, и не могу сказать, что у меня очень хорошо это получилось. Но, однако, этого было достаточно, чтобы депутаты сочли вас, что с чужого голоса поете, господин Гудков. Если бы даже я не выступал в Сенате, они бы все равно что-нибудь придумали. Где-нибудь меня с кем-то сняли бы, все равно бы рассказали, нашли бы аргументы для того, чтобы убедить наших телезрителей, федеральных телеканалов в том, что Дмитрий Гудков ездил туда, продавал какие-то секреты, инструкции получал, хотя я в Америке побывал впервые за 18 лет. До этого я ездил туда в составе молодежной сборной России по баскетболу. Мы с Андреем Кириленко участвовали там в соревнованиях. Ну, да, вот в этом смысле с английским, конечно, бывали и похуже времена в истории нашего государства. Скажем, в конце 30-х годов очевидцы вспоминают, если было заговорить на иностранном языке на улице, то запросто могли загрести вообще как иностранного шпиона. Так что времена немножко улучшились. Можно безопасности для жизни говорить по-английски, но для депутатской карьеры все-таки некое... Лучше как мутко, вот, понимаете, не надо, вы знаете, deep from deep... Let's me speak deep... From the deep of my heart, да. Of my heart, да. Вот никаких подозрений нет. Ясно, человек на госслужбе, простой, никаких особых, так сказать, иностранных амбиций не имеет. Слушайте, Дмитрий, а вы ведь, вам еще, наверное, пришлось волноваться, вы же на ваше шпионство проходили проверку на полиграфию Соловьева в программе радио. Как это вообще все выглядело? Ну да, это, конечно, было очень интересно. Мне Владимир позвонил, сказал, ну, ты же понимаешь, что у меня есть замечательный формат на радиопрограмме, ты можешь в прямом эфире ответить на все вопросы, готов ли ты, Дмитрий? Я говорю, да, конечно, готов. Я приехал на радио, два часа пообщался с психологом, он объяснил, как это все работает. А как это все? Никогда-никогда не видел. Ну, в общем, я был весь в проводах. Там пульс, давление? Пульс, все, абсолютно все. И компьютер показывает, ну, практически на сто процентов, где ты врешь, где ты говоришь правду. Потому что мы пробовали, сначала я говорил правду, потом он меня попросил соврать, ну, например, он говорил, тебя зовут там Александр, я говорил, нет, ну и так далее. Когда дошел до Дмитрия, я сказал нет, мне казалось вроде, что спокойно, одна и та же тональность, но, тем не менее, мне психолог объяснил, как можно было спокойно по графику компьютерному установить, что именно в этот момент я сказал неправду. А какое-то особое волнение было, когда вот понимаешь, что твои мониторят все ответы, мысли? Ты боишься своих ответов, даже правдивых, ты боишься, что машина покажет не то, что ты на самом деле думаешь. И, конечно, было достаточно тревожно, тем более мне объяснили, что в момент, когда ты отвечаешь, ты должен абсолютно сохранять спокойствие, ты не должен там улыбаться, не должен каких-то делать резких движений, потому что на графике будет сразу некие отклонения. Ну, тем не менее, я все-таки тест прошел, он показал, что никакой я не шпион, ни у кого я денег не брал, более того, речь свою доклад готовил сам, хотя, честно говоря, я не понимаю, у кого могли быть сомнения, потому что то, что я говорил в Соединенных Штатах, я много раз произносил в нашей стране, тем более там были такие вещи, как, когда я говорил о развитии интернета, о том, что у нас граждане разделились на телезрителей и сети зрителей, сети телеграждан, сети граждан, это вообще цитаты из блога Бориса Акунина. Да. То есть это, ну, никакой госдеп тебе это не мог написать. Вы, кстати, называли думу взбесившимся принтером, вот это вот употребляли? Ну, да, я сказал rubber stamp или там matprinter, да, ну вот... А не приняли, кстати, эту... Ну, rubber stamp это очень... Rubber stamp это известно, да. А вот взбесившийся принтер вот этот вот, они востребили? Ну, в принципе, я не общался с ними конкретно уже после своего доклада, но мне кажется, они меня поняли. Слушайте, а вот касая... Да, и, кстати, с полиграфом ведь, по-моему, после вас кто-то из других депутатов отказался. Я не помню, кто, Яровая, по-моему, ей предложили пройти. Сказал Соловьев, Яровая отказалась проходить полиграф и отвечать на вопрос относительно собственности. Квартира за 3 миллиона долларов, как утверждает блогера. И Владимир Чуров, председатель Центра избиркома, он сказал... Ну, что-то примерно следующего содержания у него был ответ. Я... Меня научили обманывать полиграф, поэтому я не приду. Слишком продвинут. Из чего можно сделать вывод, а что он собирался обманывать полиграф? Да-да-да, зачем ему это? Зачем ему нужно, если он действительно уверен в том, что выборы были в стране честные. Ну вот, спасибо деду за победу. Я был первый, кто прошел такой тест. Вообще, я, честно говоря, в этом какое-то что-то, мне кажется, морально немножко нечистоплотное есть в том, что в студию радийную, конечно, понимаю, коллега, все такое, но в студии радийной ставить полиграф. Вот это... Мне кажется, что масс-медиа все чаще подменяют собой какие-то следственные и силовые органы. Вот в этой связи тоже вот сейчас, когда пришли, что называется, в офис Amnesty International и на той неделе пришли в общество Мемориал, каждый раз сопровождает группа НТВ. То есть группы скоро, съемочные группы НТВ будут воспринимать как очередную силовую структуру. Да, съемочная группа НТВ пришла в офис. А можно я дам совет и политикам, и гражданским активистам, как надо себя вести, когда появляются вот такие бригады? С НТВ. Ну, не обязательно, вести неделю и так далее. Надо улыбаться, не надо никогда говорить, вы кремлевская пропаганда, уходите... Сурковская, да, уже. Сурковская там и так далее. Надо всегда говорить, друзья, с вами готов общаться, но только в прямом эфире. И любой вопрос, который они вам задают, он должен сопровождаться именно этим ответом. Вот хоть 10 раз им скажите, в прямом эфире готов ответить на все ваши вопросы. Не поддавайтесь ни на какие провокации. И когда, собственно говоря, вы 10 раз им ответите, они не смогут ничего такого вырезать и записать. И главное, что даже если они покажут, что вы готовы отвечать в прямом эфире, ну, зритель поймет, что что-то там мухлюет съемочная группа, потому что не пригласила она этого ньюсмейкера в прямой эфир. Так что работает, да, СНТВ? Да, вот именно так, что... Вас сопровождали же, наверное, в Америке, да? Да, уважаемые журналисты, для вашего телеканала я готов ответить на все вопросы, но с одним условием, только в прямом эфире. Если вы готовы, я к вам приеду. Все, и не надо от них бегать, не надо там руками закрывать камеру, надо вести себя спокойно, тем более мы же ведь никакие там не шпионы, мы не преступники, мы не бандиты, мы ничего не скрываем. Мы действуем честно, и я думаю, что вот такой стиль общения с журналистами, ну, так называемыми журналистами НТВ, или там Вести недели, нужно вести себя именно так. Журналисты в погонах. Скажите, вот касаясь этой поездки в США, вообще, вот то, что вам предъявили, да, Жириновский и же с ним, вообще депутат должен согласовывать свою поездку и свое выступление с Госдумой? Должен согласовывать, если он собирается лететь за счет Госдумы. А, вы за свой счет летали? Я летал за свой счет, конечно, я не брал денег у налогоплательщиков, поэтому я считаю вообще необходимым согласовывать все свои действия только с избирателями. Вы представляете, вы представляете избирателей, прежде всего, российский народ. Конечно, поэтому все эти согласования нужны, наверное, нашим так называемым системным политикам, которые понимают, что они больше зависят от кремлевских каких-то начальников, чем от избирателей. Я в данном случае понимаю, что в нашей стране меня поддерживают только граждане. Понятно, что не все, но меня точно не поддерживают ни в Кремле, ни в Госдуме, они мне никакие не начальники, и я не собираюсь перед ними отчитываться. Несистемный политик Дмитрий Гудков у нас сегодня в гостях. Продолжим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». У нас в гостях сегодня депутат Дмитрий Гудков. Человек, который сейчас буквально не сходит с первых страниц газет в связи с недавними скандалами, которые развернулись в Госдуме в связи с его поездкой, выступлением в США в Американском Сенате. Вот мы хотим поговорить, в частности, о логике работы Государственной Думы, так называемой взбесившегося принтера, хроники взбесившегося принтера. Вот говоря о Госдуме, Дмитрий, ведь, смотрите, сейчас закон о ловле иностранных агентов. Не хотят регистрироваться, ни Мемориал, ни АМН, как иностранные агенты. А если разобраться, те разоблачения, которые начинаются сейчас относительно собственности, счетов, бизнесов, многих депутатов в Госдуме, фактически получается, что многие депутаты являются иностранными агентами? Ну, на самом деле, я современный политик, и я считаю, что ничего нет плохого в том, если наши граждане, не важно, там, депутат или не депутат, имеют недвижимость где-то за границей. Важно, чтобы ты на нее честно заработал, и важно, чтобы ты не скрывал это от общественности. Поэтому те депутаты, в том числе, кстати, у меня есть небольшие апартаменты в Болгарии, но они стоят просто дешевле, чем квартира в Москве или даже в Московской области. Поэтому, ну, я это честно задекларировал, я могу объяснить, откуда это все у меня. Но когда, например, депутаты это не декларируют, когда при этом они бьют себя в грудь кулаком и рассказывают везде, что они патриоты, нас учат еще любить, как любить Родину, но при этом они регулярно летают в Соединенные Штаты Америки, у них там квартира, у них там дети учатся, бизнесом занимаются. Это просто нечестно, нечестно, это двойные стандарты. И мне кажется, вот эти разоблачения, это плата за лицемерие. За нечистоплотность такую. Вот именно лицемерие, вот именно лицемерие, потому что, ну, господин Пехтин, он был, как я его называл, совестью Государственной Думы. Он возглавлял комиссию по депутатской этике. Он должен был быть примером для всех депутатов. Но при этом я обнаружил у него незадекларированные участки в Санкт-Петербурге. Причем один участок он строил в районе строительства трассы. Понятно, для чего это делается. Для того, чтобы купить, когда это дешево стоит, а потом продать городу уже по совершенно другой цене. Это спекулятивная операция. Конечно, у него две квартиры в Майами обнаружились. Причем, ну, видно, что это его подписи. Более того, я видел документы, которые подтверждают, что действительно они принадлежат ему лично и его семье. Ну, то есть, ну, как вот. А он постоянно пытался лишить депутатского мандата. То меня, то Илью Пономарёву, то Геннадия Гудкова. Потом же за это и голосовал. То есть, это абсолютно лицемерие, которое граждане не готовы простить. И даже если, вот представьте, какого-нибудь депутата коммуниста, предположим, или там СССР, обнаружили бы, например, у него квартиру. Если депутат бы, например, не голосовал за закон Димы Яковлева, граждане бы его оставили в покое. Но когда ты голосуешь за антисиротский вот этот закон, закон подлецов, когда ты всех здесь вокруг убеждаешь в том, что ты патриот, а ты что-то скрываешь, вот тебе этого не могут простить. Я много раз объяснял депутатам, что не надо просто себя так вести. Не надо заниматься подлыми вещами, которыми вы занимаетесь в последнее время. Закон о митингах, закон об иностранных агентах, закон Димы Яковлевой. Ну это вообще, это жуткие вещи. Это жуть просто, за которые порядочные люди не могут голосовать. Относительно порядочности, вы все-таки, помимо своего депутатства в последнем созыве, вы активно сработаете с Госдумой, будучи помощником отца. За последние 10 лет, как, по-вашему, изменился депутатский корпус? В части профессионализма, в части моральных стандартов. Учитывая те изменения в избирательном законодательстве, и, собственно, в практике выборов, которые произошли, и все те фальсификации, которые сейчас хорошо известны. Ну, грубо говоря, как вы оцениваете качество? Не называя, может быть, имен, но в целом. Ну, я могу сказать, что есть, конечно, в Думе очень профессиональные депутаты. То есть, профессиональные юристы, профессиональные экономисты и так далее. Они есть. Ну, например, Плигин Владимир Николаевич, председатель комитета по конституционным законодательствам. Конечно, он профессионал, умница, и мне с ним очень приятно работать, несмотря на наши противоречия политические. Но при этом я понимаю, что если в Третьей Думе, даже в Четвертой Думе такие люди влияли на процессы или на решения, которые принимаются в Государственной Думе, то теперь они абсолютно не влияют. Все решения принимаются либо в Кремле, либо в правительстве. И Дума уже просто послушно за это голосует. То есть, вот люди, нажимающие кнопки, практически как бы зазора собственной для собственной деятельности, для собственной самодеятельности у большинства нет. Конечно, нет, потому что выборы нечестные, потому что у нас не было... Ну, уничтожались, по крайней мере, политические партии, всех более-менее ярких политиков сразу отодвигали на обочину, и были установлены новые правила. Когда ты, если хочешь быть в строю, должен слушаться и слушать тех людей, которые принимают решения в Кремле. Поэтому, к сожалению, может быть, уровень профессионализма остался, но вот характера... Он не влияет на процесс принятия решений. Вот что-то произошло в характере очень многих депутатов, когда они перестали сопротивляться, стали всего бояться. Когда это случилось? Я думаю, что эти процессы стали уже происходить в Четвертой Думе. Пятая, естественно, тоже уже была такая подконтрольная Дума. Сейчас, вроде бы, казалось, были там, ну, по крайней мере, два гудковых пономарёв, одного уже нет у Гудкова. Мы ещё вдвоём как-то держимся, хотя я понимаю, что в любой момент любое неосторожное наше какое-то действие, оно повлечёт, конечно, лишение мандата. И вот я помню времена Третья-Четвёртой Думы. Были депутаты-одномандатники. То есть те, которые прошли горнило всех политических, да, политической борьбы в регионе. Это люди, которые тогда, ну, достаточно серьёзно зависели от избирателя. И когда в Думе обсуждались те или иные решения, они могли бороться за свою позицию. Они не боялись этого, с ними считались. Это были достаточно сильные депутаты и по характеру, и по уровню профессионализма. Многие, конечно же, остались. Но вот я говорю, что-то изменилось. Перестали они бороться. И это, конечно... Ну, характер выборов, наверное, очень сильно повлиял, когда люди не чувствуют... Насколько тема фальсификации вообще поднимается в частных разговорах депутатов? Вот сейчас в связи с докладом Сулакшина, да, который неожиданно вдруг как бы из Якунинского центра проистёк. Естественно, Якунин отрёкся. Но вот, скажем, в связи с этим докладом, где сказано, что победил на выборах КПРФ, Единая Россия была второй, Справедливая Россия, там, до 17%, по-моему, там, было сказано. Это обсуждается в приватных разговорах депутатов? Ну, скажем так, обсуждается уровень вот этих фальсификаций. То есть здесь мы спорим. Я-то считаю, что они были жуткими. 4 декабря, например, даже по моему региону, одному из моих регионов, по Тамбову, у меня украли минимум 8% голосов. 8%. Моих наблюдателей просто не пустили на избирательные участки. В итоге они нарисовали мне 6%, хотя точно такая же была кампания в Рязани, где нам удалось защитить голоса. Я набрал для партии 1507, то есть это было больше, чем в среднем по стране. И потом я был в Астрахани, я знаю, как проходили выборы в других регионах, в Москве, в Питере. Конечно, Единая Россия, ну, максимум набирала 35%. Это максимум просто. Депутаты не боятся подобных разоблачений. Уже все, как бы, этот поезд ушел, все шито-крыто, они работают. Я вам расскажу сейчас одну интересную историю. Не буду называть фамилию депутата из Единой России, который отказался от мандата. Ну, кто-то говорит, что под давлением, слухи разные, но тем не менее мне сказали следующее. Пришел депутат и понял, бизнесмен достаточно крупный, понял, что на решение не влияет, что его бизнес может быть, наоборот, абузой в депутатской деятельности. Он не понимает вообще, зачем он находится в Государственной Думе, поэтому просто отказался от мандата. Даже не потому, что ему порекомендовали в Кремле, но потому, что он не понимал, для чего это нужно. Для бизнеса для своего он сделать ничего не может. Для законодательства у него недостаточно рычагов. В том числе он понимает, что не в Думе принимается решение. Просто ушел. А как он оказался в списке? Просто настояли? Я думаю, что он был одним из спонсоров, конечно. Один из спонсоров компании, то есть просто... Конечно, компания. Другой депутат, который попал в список наших золотых кренделей, тоже не буду называть фамилию, он уже не депутат. Он очень рад, что он не депутат, потому что не смог бы проголосовать за закон Дима Яковлева. Он говорит, сейчас я чувствую себя свободным, я понимаю, что главное зло я не совершил. И, честно говоря, я понимаю, что впервые, наверное, в истории современного парламентаризма статус депутата девальвировал очень серьезно. И раньше, например, депутат был человек, которого уважали в обществе, который мог гонять оборотней в погонах, который мог влиять на законодательство или лоббировать свой бизнес. Ну, у всех разные цели. Сегодня тебя не уважают, ну, многих, большинство. Оборотни в погонах тебя гоняют, а не ты их. Ты ни на какие решения не влияешь. Бизнес твой-то не то, что ты не можешь лоббировать его, он тебе даже мешает, тебя разоблачает. Еще ищут твою недвижимость за рубежом, плюс заставляют, как в случае с Единой Россией, голосовать за такие подлые законы, как закон Димы Яковлева. Ведь, на самом деле, очень многие депутаты из партии власти были категорически против этого закона. Это, я как понимаю, некий водораздел моральный был, закон Димы Яковлева. Конечно, я... Скажем, был один член Совета Федерации, мы общались, он первое дело, что вот он сказал, когда мы общались, что, вы знаете, я не голосовал за закон Димы Яковлева, что, собственно, могу с чистой совестью... Я же ведь в Америку-то для чего поехал? Для того, чтобы эту ситуацию изучить. Я теперь про усыновление в Америке знаю все. За 20 лет американцы усыновили более 60 тысяч детей, сирот российских, причем я видел все эти документы, подтверждающие цифры. За 20 лет в Америке произошло 20 трагедий. По большинству случаев были серьезные судебные сроки до 35 лет лишения свободы. 20 трагедий за 20 лет. В России в прошлом году погибло в усыновленных семьях почти 300 детей за один год. У них один ребенок в год, у нас один ребенок в день. Да, да, вот такая статистика. При этом в 90-е годы американцы и вообще все иностранцы могли усыновлять только тех детей-инвалидов, которых невозможно было лечить в России. В нулевые ситуация поменялась. Можно было усыновлять либо инвалидов, либо тех, от кого отказались наши родители. Плюс, вот я получил сегодня как раз, получил ответ из Министерства образования. У нас каждый год, ну где-то примерно статистика говорит о том, что больше 100 тысяч детей, там в один год это было 122 тысячи, 145 тысяч. Это дети, которые, дети-сироты в год. Мы усыновили в прошлом году российские семьи 6,5 тысяч, то есть 5 процентов, ну 6 процентов. Все остальные дети брошены. И в этих условиях, когда у нас нет невозможности лечить, нет возможности их здесь пристроить в какую-то семью, нельзя запрещать усыновление, потому что они останутся без... Плюс, я же был в семье, которая усыновила девочку-инвалида из Екатеринбурга. Она аутист и ничего не слышит. С этим ребенком просто тяжело было находиться. И на самом деле, я понимаю, насколько тяжело родителям, которые усыновили такого ребенка, там только на одно лечение они тратят несколько тысяч долларов в месяц. Девочка бы в России погибла. Как можно голосовать за такой закон? Это ведь не вопрос политики и политических разногласий. Понятно. Естественно, что это закон подлецов. Но вот какая была методика принуждения людей к голосованию? Речь идет ведь о сотнях людей. О сотнях небедных. Собственно, ну не 37-й год же на дворе. Понимаете, человека не возьмут на выходе из Госдумы. Вот что, какие мотивации? Я думаю, что просто законы политики, они очень циничны. Я думаю, померили, провели социологию, выяснили, что большинство граждан наших, особенно консервативных, на кого опирается наша власть, настроены за, в поддержку этого закона, против усыновления американского. И очень было удобно как раз расколоть общество по этому вопросу, потому что те, кто оказывается в оппозиции законоподлецов, сразу попадают в немилость вот этим всем гражданам. Я был в Рязани, встречался с группой пенсионеров, которые меня поддерживают, которым я помогаю, и один дедушка говорит. Дмитрий, я вот тебя поддерживаю, но как же ты так проголосовал против отмены вот этого рабства, усыновления, ведь они же торгуют детскими органами. Мне нужно было, мне понадобилось три минуты для того, чтобы его переубедить. Я ему дал статистику, рассказал, он пообещал больше не смотреть программу Аркадия Мамонтова и пообещал читать мой блог. То есть позиция меняется очень быстро, это ведь зависит еще от пропаганды. Ведь мои же все комментарии вырезались из эфиров всех новостей федеральных телеканалов. Меня однажды записал, например, Первый канал, потому что в редакции был бунт, там же журналисты, люди все тоже относятся к так называемому среднему классу. Они понимают, что это ну свинство какое-то. Давайте хотя бы покажем Гудкова, пусть он хотя бы свои аргументы предъявит. Меня не записали, но в последний момент вырезали. Вот так у нас сформируется общественное мнение. Что касается депутатов, насколько сейчас существует паника, скажем, в рядах Единой России? Потому что посыпалось все сразу, и фальсификация диссертаций, и недвижимость, и бизнес, и банковские счета. Насколько сейчас шаткими чувствует свое положение депутаты? Ну, мне кажется, паники нет пока. Один депутат мне сказал так. Пока мы боимся начальников больше, чем граждан, ситуация не изменится. И вот на самом деле, когда были вот эти все массовые митинги, ну, большинство депутатов Единой России, конечно, опасалось, во что это может вылиться. Многие сейчас тоже успокоились, увидели, что миллион пока на улице не вышел. Хотя я вам всегда объясняю, когда выйдет миллион, никто у вас вообще спрашивать не будет. Ничего, никто вам не будет предлагать сотрудничество. Просто придут люди, вас выгонят из Думы. В лучшем случае выгонят. А в худшем случае, не дай бог, конечно, произойдут какие-то столкновения еще и так далее. Поэтому паники нет. Более того, есть социология. К сожалению, я видел социологию. Могу признать, что, особенно в регионах, там рейтинг Единой России достаточно высокий. Это выше там 30-40%, где-то даже 50% с лишним. Рейтинг всех остальных партий очень низкий. Но это вот тоже результат государственной пропаганды. Но надо прекрасно понимать, что все равно наступает момент, когда настроения очень быстро меняются. И я, конечно, этого не помню, но, по крайней мере, как мне рассказывали старшие товарищи, в конце 80-х тоже была социология, которая показывала рейтинг КПСС чуть ли не 70%, а в один момент все изменилось. Я думаю, что мы, на самом деле, недалеки от того момента, когда сознание начнет очень быстро меняться. Тем более у нас интернет развивается, уже 50 миллионов человек каждый день. использует сеть и получает информацию. Мы сейчас запускаем телевизионный проект с Парфеновым, запустили уже. Запустили. Как, кстати, вы оцениваете сейчас первый эфир? По крайней мере, я пока еще не могу оценивать рано, надо после третьей-четвертой программы оценивать. Но мне сказали, что впервые рейтинг этого телеканала зашкалил. Ну, там тема еще была Березовский, да? Ну, вот в этот день просто были самые огромные рейтинги за всю историю телеканала, что дает нам уверенность. Ну да, что можно до того вот самого дедушку, который к вам подходил, избиратель, что можно достичь. Распространяем ее по свободной лицензии в регионе. Любой телеканал, любой маленький дождь, любой маленький там какой-нибудь кабельный канал может брать эту программу бесплатно, крутить ее в эфире, еще зарабатывать на рекламе. А есть такие или боятся? Уже два контракта мы заключили. Ну, в таких регионах, конечно, давление сильное. Красноярск, Питер, да. Сейчас будем дальше развивать. Скажите, а вообще вот если смотреть всю вот эту вот вереницу законов за последний год, то почему мы говорим о взбесившемся принтере? Они все целиком спущены из Кремля или много собственной законодательной инициативы, которая вот уже приобрела некую логику вот этого наката запретительного? Ну, мне сложно сказать, кто там был автор этих всех безумных идей. Я, конечно, не исключаю, что какой-нибудь Бурматов мог прийти к начальнику и сказать, а вот давайте штрафы за митинги увеличим. Может быть и так, но в любом случае команда принимать или не принимать тот или иной закон, она идет из Кремля. Это совершенно очевидно. И более того, если там в администрации президента не одобряет какую-то инициативу, она не проходит. Как вы считаете? Например, как закон Познера, не приняли. Да, закон Познера. Хотели, да, не приняли, потому что в администрации президента, ну, посчитали, что это слишком уже может осложнить отношение власти с журналистами. Ну, то есть какие-то... Ну, в любом случае все ноги растут оттуда, и полностью это решается в Кремле, какой будет... Ну, я бы так сказал. И ни одного случая как бы такого, так сказать, десента, да, противоречия... Я бы даже не стал здесь углубляться во все эти вот там интриги, которые внутри происходят. Я, честно говоря, не очень хорошо в них разбираюсь. Даже более того, мне неинтересно. Я думаю, и в Кремле, и в правительстве, и даже в Думе есть абсолютно разные настроения, разные люди. И даже в Кремле, ну, скажем так, в администрации президента есть политики, которым не нравится закон Дима Яковлева, не нравятся вот эти вот линии на закручивание гаек. То есть там уже разные команды. Просто вот в данный момент команды, которые, назовем их так, силовики, я не знаю, как их назвать, они доминируют сегодня, и они сегодня влияют на принятие решений больше, чем другие группы. Там есть группа, ну, как их называть, системные либералы, например. Ну, они не могут пока изменить этот тренд. Но рано или поздно, я думаю, та или иная команда может, так сказать, либо увеличивать свое влияние, либо уменьшать свое влияние. В данный момент вот такая линия. Но о том, как изменится тренд, поговорим с Дмитрием Гудковым после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». И впервые в программе «Археология» у нас в гостях депутат Госдумы. Дмитрий Гудков сегодня в гостях. Говорим мы о кризисе российского парламентаризма, да, Дмитрий? Ведь можно так сформулировать. Абсолютно согласен. Этот кризис как-то сильно связан с третьим сроком Путина? Было уже принято решение окончательно парламент низвести до уровня... Мне кажется, третий срок стал катализатором всех протестов в нашей стране, потому что 24 сентября еще все надеялись, а вдруг Медведев пойдет на второй срок, станет самостоятельным и сделает то, о чем он говорил в своей замечательной статье «Россия вперед». То есть были такие надежды. Ну, когда они вновь с Путиным поменялись местами, особенно после того, как была эта известная кампания голосует за любую партию, кроме жуликов и воров, и вдруг 4 декабря все поняли, что опять все фальсифицировано, опять Единая Россия доминирует в Думе, никаких перспектив нету, и все будет продолжаться так еще как минимум 5 или 6 лет, а может быть и 12. И вот, видимо, из-за этого начались серьезные протесты, когда впервые на улицу вышли и молодежь, которая никогда, например, в политике раньше, ну, по крайней мере, в протестных акциях не участвовала, даже в выборах многие не участвовали. Вот, их обманули, люди вышли, и, наверное, кризис, он связан с тем, что общество, оно как-то незаметно в последние годы подросло и переросло вот это вот, выросло из штанишек авторитарного режима. Ну, речь здесь вы говорите об обществе. Я имел в виду о том, что было принято в Кремле, что ли, решение о низведении парламентаризма до уровня уже окончательно некой автоматической машинки голосовалки. Это было еще и в том созыве. И в четвертом созыве. В четвертом созыве. Но просто для среднего класса, вот для самых активных, самых образованных, самых продвинутых наших граждан, Дума просто абсолютно стала нелегитимной. И в данном случае здесь какая разница, какие законы они принимают. То есть уже нету никакой ответственности перед вот этими людьми. Слушайте, а эти законы вообще, они будут работать, по-вашему? Потому что у меня такое ощущение, что качество этих законов, объем этих законов, у меня вызывает большие сомнения в их работоспособности. Вот сейчас мы видим, как массово сопротивляются закону об НКО. Закон о митингах уже протестован в Верховном суде. В конституционном суде, извините, в конституционном суде. Но даже на мелком уровне, сколько шума было тем летом относительно парковок в Москве? И что, работает? Мне кажется, вот как-то, что одно дело законов на принимали, а другое дело их реальное правоприменение. Ну, конечно же, они будут работать, когда это нужно будет власти. То есть избирательно они будут работать. Нужно, например, Удальцова оштрафовать или там Навальному запретить выезд за пределы Москвы и Московской области. В этой части законы будут работать. Нужно там запугать кого-то, оштрафовать или посадить под домашний арест. Будут использовать эти законы. То есть они будут работать избирательно. И мне кажется, что они только еще более ухудшат отношение, ну, скажем так, власти и вот самых активных наших граждан. Потому что ведь каждый день из-за этих законов система будет обижать тысячи людей по всей стране. Это и судебные несправедливые решения, это и работы наших оборотней в погонах, которые будут использовать все эти законопроекты, все эти законы для того, чтобы, ну, бороться там, не знаю, с гражданами. Нет, но это же и коррупционная составляющая вырастает. Конечно, и коррупционная составляющая. Ну, это похоже как-то на агонию. То есть это не просто кризис парламентаризма, это в целом кризис власти. Конечно. Нельзя здесь отдельно думу рассматривать, отдельно правительство, отдельно администрацию президента. На самом деле произошел просто серьезный раскол в обществе. То есть, не знаю, 20% активных и там 70%, даже 60% консервативных настроенных граждан, которые смотрят еще телевизор, которые еще верят нашей власти или, я не знаю, там, ну, по крайней мере, верят таким журналистам, как Аркадий Мамонтов, Дмитрий Киселев. И вот власть, конечно же, понимает, что со средним классом уже невозможно договориться, потому что средний класс требует реформ. Реформы они не хотят проводить, это ограничит их влияние, ограничит их власть. Поэтому они начинают просто игнорировать требования, скажем так, среднего класса и принимать популистские решения в угоду как раз консервативному классу. Рано или поздно это приведет либо к серьезным столкновениям на улице, чего не хотелось бы, либо они будут вынуждены увеличивать то пенсии, зарплаты, пока это не закончится какой-то дыркой в бюджете, пока там не обвалятся цены на нефть, пока не случится какой-то там очередной кризис в экономике. А законы быстрее стали приниматься, да? Ведь раньше же бывало, до года закон проходил, а сейчас, по-моему, месяц среднее время прохождения законов. Это было и в Пятой Думе, даже, по-моему, в Четвертой Думе такие... Красная, да. Такая скорость была в принятии законов. Ну, когда нужно, принимается он быстро, особенно, когда это идет от президента или от правительства. Когда не нужно, то может не приниматься вообще годами. Ну, например, я внес законопроект по просьбе читателей новой газеты, подписались они под петиции об отмене запрета на усыновление. 150 тысяч человек подписались под этим документом. Я внес законопроект, ну, уже, наверное, два месяца назад. Он даже до комитета не дошел. Есть какие-то конституционные сроки рассмотрения законопроекта, принятия официального отказа? Есть регламент в соответствии с регламентом. Сначала Совет Думы выносит, обсуждает те или иные законы, рекомендует, назначает комитет. Далее комитет должен принять определенное решение и вынести на пленарное заседание. Сроки прописаны вот этих вот? Ну, невозможно, потому что у нас каждый день по 60 на каждом пленарном заседании там от 30 до 60 вопросов. И такое ощущение, что Дума делает работу над ошибками каждый раз, потому что все законы называются о внесении изменений туда-то, туда-то. И, ну, тебе могут сказать, ну, вот в порядке очереди. Вот сейчас надо это обсудить. Сейчас у нас идет этот блок вопросов. Некоторые законы могут лежать годами просто. Пять лет, шесть лет некоторые законы лежали. И, ну, здесь невозможно ничего сделать, потому что решает Совет Думы. Он контролируется Единой Россией. Даже если это выносится на комитет, в комитете тоже большинство Единой России. Как решит комитет, так и будет. То есть на всех уровнях это кладется под сукно. Вы, депутат, можете вынести свой законопроект на обсуждение комитета. Но если комитет решит не выносить его или не рассматривать, то, соответственно, он будет опять томиться в корзине. Сколько лет, сколько месяцев, неизвестно. Каковы, на ваш взгляд, перспективы Госдумы нынешней? Вот сейчас пошли разговоры о возможном распуске. Насколько это все реально? Ну, после того, как на трибуны вышел спикер Госдумы Сергей Евгеньевич Нарышкин и сказал, что нету никаких оснований Думы распускать, я еще больше стал верить в сценарий распуска Государственной Думы. Не просто так он на эту трибуну, с этой трибуны произнес такие слова. Я думаю, что в 2014 году, возможно, либо в начале 2015, возможно, новый выбор. После Олимпиады, мне кажется, может быть сценарий, при котором президент для того, чтобы выпустить пар, для того, чтобы как-то вот снять накал страстей, да, вот эти все противоречия, они накопились, и надо как-то вот что-то сделать для того, чтобы не было массовых там митингов, чтобы народ не выходил на улицы. И мне кажется, он будет вынужден сдать Думу. Как он это сделает? Ну, вариантов много. Например, Дума может потребовать, там, вот он, недоверие правительству объявить. После этого может Дума распустить президент. Либо по инициативе, там, Единой России. Либо, например, Путин может предложить нового премьера, Дума несколько раз откажет. То есть там, ну, есть там три-четыре варианта. Ну да, то есть по заранее прописанному сценарию Дума поступает, делает свои ходы в этой игре. Конечно. И здесь, на самом деле, вот какой вариант. Несколько вариантов. С одной стороны, власть, конечно, сейчас меняет условия выборов. Ну, например, делает единый день голосования в сентябре. То есть, чтобы избирательная кампания велась летом, когда все на грядках. Вводит одномандатные выборы. Это очень хорошо, но говорят, что они хотят ввести такой же муниципальный фильтр для кандидатов в депутаты. То есть, вот для губернатора должны, кандидаты в губернатор, должны проходить муниципальный фильтр. От пяти до десяти процентов муниципальных депутатов должны поддержать кандидатов в губернатор, и только тогда он может быть кандидатом зарегистрированным. То же самое вроде бы хотят сделать для кандидатов в депутаты. Поэтому уже могут отсекать неугодных прямо вот на этом этапе. Далее они создали большое количество партий. Партии, которые будут выполнять роль спойлеров. И таким образом они могут через административный ресурс провести половину одномандатников. И там 30 процентов партии власти получат на выборах по спискам. Таким образом они опять формируют большинство в Думе. Но надо понимать, что это нарушит правила конкуренции, законы конкуренции, честно. И граждан опять это Думы не устроит. Если опять будет контроль у Единой России, ну у власти, неважно там, то реально может выйти уже на следующих фальсификации. После следующих фальсификаций могут выйти уже сотни тысяч граждан на улице. Неизвестно, чем это закончится. Поэтому если власть хочет, наоборот, какой-то тишины и спокойствия, она должна создать максимально честные условия для политической конкуренции. Я не очень уверен, что они готовы на это пойти. Потому что если будут честные выборы, то власть в лучшем случае наберет процентов 30-35. Мне кажется, да, это не та логика стратегического мышления, которая свойственна для нынешней власти. Вот вы видите возможность разворачивания этого сценария. Если ранее, в течение следующего года никаких у нас крупных кризисов не произойдет. Ни нефтяного, ни типа кипрского. Это после Олимпиады в Сочи. А что, Олимпиада такой водораздел вообще в политической жизни видится? Думаю, во-первых, накапливаются проблемы в экономике. У нас сейчас уже долг у регионов, там, чуть ли не 500 миллиардов. То есть вот эти все обещания, предвыборные Путина, привели к тому, что сформировалась огромная дыра в бюджетах в региональных. Потому что правительство все это сбрасывало на регионы. В регионах, например, нет денег, чтобы там учителям заплатить, чтобы пенсии заплатить. И я не знаю, как они будут решать эти проблемы. Скорее всего, они уже появятся с начала 2014 года. Неизвестно, что будет с нефтью. Неизвестно, какие законы наша власть будет дальше предпринимать. Совершенно очевидно, что назревают разные конфликты. Там, на национальной почве. Бедные против богатых, русские против нерусских. Ну и так далее. То есть каждый день у нас какой-то конфликт. Вот сейчас там Единая Россия и Госдума объявила войну в газете «Московский комсомолец». Как этот кризис, кстати, по-вашему, может разрулиться? Да я думаю, должны все успокоиться и все. Ничего страшного в этой статье не было. На самом деле, хочу сказать большое спасибо Андрею Исаеву. В кавычках, конечно. Если бы не его вот эта истерическая реакция, то никто бы вообще об этой статье бы не узнал. Ну, прочитали ее там тысячу, не знаю, сто. А благодаря Исаеву миллион прочитали эту статью. Ну да, я думаю, Гусев должен Исаеву просто гонорар большой заплатить. Конечно, если они сейчас будут воевать с журналистами, но просто власть против себя объединит. И журналистки уже тогда, журналистские коллективы, не только там блогеров и гражданских активистов, а уже, ну, я на самом деле сейчас чувствую, как меня лично поддерживают многие журналисты, я им за это очень благодарен, просто симпатизируют позиции, просто понимают, что я и так там уже чуть ли не один в Думе остался, там, с Пономаревым, с Зубовым. Поэтому любые наши инициативы, они отражаются в средствах массовой информации. Любые попытки оказания давления на нас, это тоже сразу попадает на, как вы сказали, на первые полосы газет, на телевидение, на некоторые независимые еще каналы. Поэтому они это делают не потому, что там Гудков купил там что-то, или там, ну, не знаю. Они это делают потому, что чувствуют, что я прав в этой ситуации. Потому что они не любят власть уже, они уже достали. Нет, ну, естественно, что, как бы, большинство журналистского корпуса, оно разделяет достаточно либеральную позицию. В любом случае, медиа есть послушные и контролируемые, но, я думаю, журналисты на личном уровне. Я могу даже сказать, что журналисты там, федеральных даже телеканалов, в том случае, когда могли бы сделать очень плохой про меня репортаж, они все равно стараются даже плохой репортаж сделать не слишком плохим. А, например, ну, журналисты телекомпании НТВ, вот есть там отдел правового вещания, который как раз к журналистике никакого отношения не имеет, а есть новости. И вот новости там стараются быть более-менее объективными. И некоторые сюжеты я даже смотрел, удивлялся, они были в мою поддержку на НТВ. Поэтому власть просто очень многих против себя настраивает, причем на ровном месте. Вот этот конфликт с московским комсомольцем просто на ровном месте образовался. С журналистами ссорится самоубийственно, тем более с московским комсомольцем. Это уже говоримо массово и про все. Как написал Николай Злобин, известный политолог, что в демократических странах конфликт главной партии и ведущего издания заканчивается смертью главной партии. В авторитарных режимах заканчивается конфликт смертью издания. Я у него спросил, а вот в условиях перехода от авторитарного режима к демократии, он говорит, посмотрим. Он да, посмотрим. Говоря о судьбе главной партии, насколько вам реалистичными кажутся сценарии о том, что Единая Россия заменит Народным фронтом. Вот это вот фронтизация. Будет у нас такая ГДРовская система. Нерешимый блок коммунистов и беспартийных. Такой вариант, он обсуждается достаточно активно. На базе Народного фронта сделают коалицию, которая там возглавит Путина, может быть там еще кто-то из известных политиков. И казачков туда, и хоругвеносов. И туда могут уйти. И байкеров, и фанатов. И даже справедливая Россия, которая оказалась от Гудковых, она тоже может прийти в Народный фронт. Вам это реальным, кажется, сценарий? Ну, если честно, я знаю ситуацию в регионах, там не получается объединить, ну, скажем так, единороссов, народов фронта, членов Народного фронта, представителей других партий. Там это все гораздо сложнее. Это здесь можно всех... Ну, да, до кучи. В один альянс, да. Так сказать. А вообще Народный фронт, если вдруг это состоится, вам не кажется, что это большая могла бы быть угроза вообще демократии, что там такие будут более молодые, более жесткие, такие штурмовики молодые придут с консервативной повесткой дня? По сравнению с этими уже такими прикормленными котами, которые в нынешней Единой России? А с другой стороны, может быть, Народный фронт станет таким большим титаником политическим, который пойдет на дно вместе со всей политической системой, которая изменится, реформируется в ходе честных выборов. Может быть, и так. А что здесь сложно, конечно. Ну, это будет зависеть от ситуации. Как вы видите, будущее справедливой России. Вы себя по-прежнему чувствуете, ассоциируете с идеологией партии? Ну, я себя всегда ассоциировал с идеологией программы партии. Просто линия партии сейчас отличается от программы партии. Вот в этом и проблема. Поэтому я многим партийцам, которые меня поддерживают, говорю, что я все равно в душе чувствую себя СССРом. Просто у меня гражданский брак сейчас. С партией без какой-то печати, без какого-то членского билета. И я, конечно, благодарен всем за поддержку. Получил за последние две недели масса писем. Тысячи писем, сообщений во всех социальных сетях. И я надеюсь, что после сентябрьских выборов на ближайшем съезде мои товарищи, ну, бывшие уже товарищи по партии, смогут отменить все эти позорные решения. И поддержат вот ту нашу реформу, которую мы предлагали партии. Это изменение устава, создание механизма коллегиального управления партии, коллегиального принятия решений. Мы предлагали открыть двери молодым политикам, которые с партией сейчас не ассоциируются. Ну, например, если создать нормальные условия, могли бы прийти в справедливую Россию. Тем более социал-демократия, она, ну, такое достаточно поле широкое. Там могут быть и, скажем так, социалисты, да, и даже левые либералы, назовем их так. И, может быть, там, крыло тех, кто, ну, ближе, там, к левой идеологии, крыло тех, кто, там, центристов и так далее. И на базе справедливой России, конечно, можно было бы сделать мощную такую демократическую или социал-демократическую партию, которая бы боролась за власть, а не за проценты. Такой шанс есть. В партии можно сделать конфетку. В условиях свободной партийной системы. Ну, конечно. Которая сейчас отсутствует. Конечно. Да. Если с другой стороны, кстати, вот еще, что я вас хотел спросить. Альтернатива, которая вот эта междепутатская фракция, которую хотят Косни создать, вы в этом участвуете? Насколько вообще возможны перспективы этого объединения? Ну, сложный вопрос, потому что нам будут, конечно, противодействовать. Я-то в этом участвую однозначно. И мы это сказали с самого начала, что с Ильей Спинмаревым будем делать какую-то группу. Пусть там будет пять человек, не знаю, сколько там будет. Десять человек. Да даже если трое будет, это уже в любом случае будет объединение, которое может вносить законопроекты тех партий, которые не прошли. Не прошли в Государственную Думу, но тем не менее, ну, например, возьмем даже ту ассоциацию «Голос». У нее замечательный избирательный кодекс, который мы можем внести и за эти законопроекты бороться. В любом случае это не будет принято, но Думская трибуна, она дает определенные преимущества. Но, по крайней мере, ты можешь с помощью своего статуса Думской трибуны достучаться до миллионов наших граждан. И ему объяснить, что необходимо вот такой-то закон или другой закон. А если бы мы не были депутатами, у нас бы, наверное, многие не услышали. То есть мы можем, используя свой статус, формировать общественное мнение. Сейчас самое главное – формировать общественное мнение. Не манипулировать им, как делает власть, а наоборот, достучаться до граждан. Не апеллировать к власти, а апеллировать к гражданам. Чем больше у нас будет поддержки в народе, тем быстрее мы добьемся тех перемен, за которые боремся. Насколько продуктивно было ваше участие или есть ваше участие в Координационном совете оппозиции? Вы ведь дорого заплатили за это членство. Некоторые за участие в протесте заплатили дороже. Это да. У нас уже 16 человек сидит. По болотному делу. Да, и несмотря на то, что, может быть, Координационный совет где-то в чем-то неэффективен, но пока люди сидят, я просто должен быть в этом Координационном совете, чтобы они знали, что я с ними. Извините, сидят в каком смысле? В Координационном совете? А, вы имеете в виду, сидят в прямом. Я говорю, те люди, которые проходят по болотному делу. Да. Если бы я не пошел в Координационный совет, это бы, наверное, с точки зрения, с моральной, да? То есть для вас это больше моральный проект, чем такой политический эффективность? Не только. Я могу сказать, что все равно есть очень неэффективные политики, гражданские активисты в Координационном совете. Мы просто используем возможности друг друга. Ну, например, там Алексей Навальный ведет расследование по коррупции при строительстве олимпийских объектов. Я ему помогаю с депутатскими запросами. Я, например, сейчас делаю гражданское телевидение. Я прошу там членов Координационного совета помочь мне организовать кампанию по сбору денег на этот проект. То есть мы в любом случае сотрудничаем. Он просто не может быть очень эффективным, потому что у нас ресурсы ограничены. Мы даже по 5000 рублей скидываемся каждый месяц, чтобы арендовать зал для наших заседаний. Когда у тебя нет ни административного, ни толком медийного ресурса, ты не можешь сразу показать результат. Действительно-ка, сетевая структура с заделом на будущее. И возможность просто доказать, показать и народу, и власти, что возможно институциональное, хотя бы минимальное существование альтернативы. Конечно, конечно. И мне кажется, что если этот проект будет дальше развиваться, возможно даже создание какой-нибудь альтернативной избирательной системы в нашей стране. Если власть, конечно, не пойдет на реформу. То есть мы создадим свой парламент, мы создадим свои СМИ, мы создадим свою систему принятия решений. Ну, свой парламент, что вы имеете в виду, насколько это легитимно будет? Ну, это в зависимости от того, сколько людей примут участие в этом. Вот смотрите, в Жуковском прошли выборы в Координационный совет. Ну, он по-другому немножко называется. Ну, что-то вроде Народного совета. Приняли участие 3% избирателей. А в выборах в Приморье участвовало 13% избирателей на официальных выборах, с рекламой, с деньгами, с бюджетами и так далее. Пока 3 и 13, ну, разница большая. А через два года может быть совершенно другое соотношение, когда в выборах в Координационный совет будет участвовать 20%, а на официальные выборы будет ходить в лучшем случае 10%. А конституционно такие выборы можно проводить альтернативно? Это не будет подрывом основ конституционного строя? Как это будет расцениваться властями? Мы же будем выбирать в любом случае орган оппозиции, скажем так. Но в какой-то момент, когда общественное мнение будет поддерживать именно наш институт... Ну, это я фантазирую, я фантазирую. Сейчас время фантазировать, собственно. Конечно, то есть если, например, наши граждане скажут, вот мы верим больше Координационному совету, или не знаю, как он будет называться, Народному совету, мы за него голосовали, 20% участвовали в этих выборах. А вот за Госдуму, на выборы в Государственную думу мы вообще никого не выбираем, мы игнорировали это полностью. И получается, что в сознании граждан вот этот альтернативный совет, он будет просто более легитимным. Ну, некая, да, система двоевластия на поздних стадиях распада империи, больших, как в Советском Союзе, да? Вы помните, когда были общесоюзные органы власти, а вроде в них формировались вроде никому не нужные российские органы власти, да? Был российский МИД, никому не нужный, где сидел Козырев, там, российский парламент. И вдруг в один момент они становятся востребованными, вот эти вот альтернативные. Всё зависит, на самом деле, от настроения граждан, от общественного мнения. Да. И даже сегодня, может быть, меня и будут критиковать, я понимаю, что Путин в любом случае в сознании граждан сегодня самый популярный политик. Он, конечно, не 60% набирает, не 66%, меньше, но тем не менее, пока вот такие настроения, они могут измениться очень быстро. Ну, мне кажется, да, всё идёт в этом направлении, всё идёт к тому, к настолько гибкой ситуации, в которой будут востребованы координационные советы. Это как со средствами массовой информации. Сегодня, наверное, влияние государственных каналов выше, чем влияние интернет-изданий. Но в какой-то момент это соотношение изменится. И люди будут доверять тем новостям, например, либо наши программы с Леонидом Барфёновым, либо ещё там. Здесь важно, что в принципе существуют альтернативные платформы. И вот я хочу вас поблагодарить и за участие в нашей программе, и за то, что вы представляете такую альтернативную платформу и в Государственной Думе, и за пределами Государственной Думы, и в Координационном Совете Оппозиции, и с вашим телевизионным проектом новым. Ну что ж, Дмитрий Гудков, наш человек в Госдуме, который не стесняется выступать в Сенате США и хорошо говорить по-английски. Спасибо. Это была программа «Археология». Доброй ночи и удачи.